Зарауха Шарапиева живет в селе Жаножол, переименованном ныне в честь ее деда Машужа Супаклупеева. Очень дружелюбная, с отличным чувством юмора, бабушка не жалуется на здоровье, несмотря на свой 93-летний возраст. В свое время нам было трудно. Мы пахали, ездили на верблюдах, на голову одевали бэрэк, облачались в длинное платье, на ногах галоши. Одежды тогда не было, ели только пшеницу, перемолотую вручную. Такого изобилия, как сейчас, не было. Внучка Купеева появилась на свет в 1928 году. Ее дедушка Машужа Супаклупеев умер, когда ей было три года. Зарауха Апа помнит лишь то, что и рассказывала мама о дедушке. В детстве, когда я только начинала ходить, дедушка любил меня задевать. Тогда я падала и смотрела на него такими глазами, мол, зачем ты мне мешаешь. А деда это веселило, и он громко хохотал. Я сама не помню, это мне мама рассказывала. Жизнь Зараухи Шарапиевой была непростой. Она пережила Великую Отечественную войну, смену режимов, вождей, распад СССР, дефолты и кризисы. Она дочь Мухаммед Шарапи, старшего сына Машуржу Супаклупеева. У нее было два старших брата – Тулюбай и Сюиндык. С детства ей приходилось помогать родителям по хозяйству. Особенно нелегко ей пришлось, когда братья ушли на фронт. Своих детей у бабушки нет, она никогда не была замужем. Но ее любят все внуки и правнуки ее братьев. На вопрос, в чем секрет ее долголетия, отвечает, что никогда не бездельничала и не сидела на месте. Субтитры создавал DimaTorzok